Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня комментариев». С вами Ирина Чекунова, а в гостях у меня Дмитрий Харламов, заместитель начальника управления по работе с личным составом УМВД России Подвесской области, полковник внутренней службы Дмитрий Юрьевич. Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня говорим о том, как попасть на службу в полицию, если есть желающий, но человек не знает, как это сделать, куда нужно бежать, куда подавать заявление, что у меня со здоровьем. Как ответить ему на эти свои вопросы и кто в этом ему поможет? Ну, любой гражданин Российской Федерации в возрасте от 18 до 40 лет, свободно владеющий русским языком, не имеющий судимости, может поступить на службу в родных дел. Ну, должен он еще, конечно, иметь соответствующий уровень образования. Это обязательно среднее образование, 11 классов? Образование не ниже среднего, до полного образования, это 11 классов. Такой гражданин может обратиться в любой территориальный орган по месту своего жительства и подать заявление установленного образца. Сотрудники кадрового подразделения и те руководители предполагаемых прохождением службы подразделений, где он предполагает проходить службу, расскажут ему о порядке поступления на службу, о тех документах, которые он должен представить для рассмотрения и объяснят ему дальнейшую всю процедуру. Процедура, может быть, она длительная, но она несложная. Если выпускник 11 класса задумал для себя такую службу, когда ему уже нужно беспокоиться? Это явно не в мае, в июне. Вот тех, кто у нас оканчивает школу, мы приглашаем для поступления в образовательную организацию системы МВД. Естественно, необходимо к этому подойти заранее, потому что подача документов у нас это июнь текущего года. Вся работа по оформлению таких кандидатов у нас начинается в основном в январе. То есть с Нового года? После Нового года нужно брать себя в руки. Не идти на каток и на лыжах кататься, а просто один выходной может быть посвятить. Если это Тверь, куда обращаться жителям областной столицы? Жителям областного центра необходимо обратиться на улицу Спартака, дом 34А. Это управление Министерства внутренних дел по городу Твери. Они осуществляют отбор кандидатов для именно комплектования образовательных организаций системы МВД. Если человек приходит уже после школы, он 2-3 года, то 10 лет назад закончил школу, захотел что-то поменять в жизни, но нет у него юридического образования, то он может, пройдя всю подготовительную часть, устроившись на должность, получить высшее соответствующее образование и куда-то на понравившуюся ему должность перейти? Да, конечно. Гражданин, у которого нет образования выше среднего полного, может поступить на службу в органы внутренних дел, на должности, по которым предусмотрено данное образование, позволяет им проходить службу на этих должностях. И в дальнейшем поступить также в образовательную организацию системы МВД, совершенно бесплатно, получить высшее образование по той специальности, которую он в дальнейшем выберет, будь то следователь юридическая, будет специальность у него, либо это будет оперуполномоченный, либо участок полномоченный. А можно и IT-технологии, да? Можно ее, да, и в сфере IT-технологий получить образование. А вуз выбрать на сайте нашего МВД, да, существует ряд вузов, куда, и там уже посмотреть, что тебе нравится? Да, ну у нас, как правило, порядок такой, что сотрудники кадровых подразделений предлагают именно и озвучивают специальности, по которым у нас предусмотрено обучение, и так, если простым языком, разнарядка, да, сколько нам выделяют приемных мест. И тогда они для себя, сотрудник, определяется, где он себя будет видеть в дальнейшем, и куда хочет поступить, и где будет обучаться. У нас в основном три образовательных организации. Это Санкт-Петербургский университет МВД, Московский университет имени Кикотя и Воронежский институт. Ну, Питер, Москва здесь недалеко. Да, это все связано, да. Можно, конечно, поступить и в Новосибирск, но у нас приемные места там, да, смысла нет. Вопрос зачем? Мужчины, женщины даются ли отпор представителям слабого пола? Нет, никакого, конечно, отпора. Мы нам представителям слабого пола не даем. У нас все проходят службы, и мужчины, и женщины. Тем более, что есть такие у нас специальности и направления служебной деятельности, где, конечно, больше нужна вот эта вот именно женская усидчивость, какая-то кропотливость в подготовке документов. У нас вот и в следственных подразделениях, в подразделениях по делам несовершеннолетних, в подразделениях по вопросам миграции в основном женщины служат. Вот упомянули профессию следователя. Я знаю, что губернатор Тверской области даже выделил, да, специальный грант для тех, кто выберет себе в будущем работу следователя. Да, совершенно верно. В этом году губернатор Тверской области Игорь Михайлович Руденя принял решение о поддержке молодых специалистов, выпускников образовательных организаций, не системы МВД, которые отучились на юристов, получили специальность юристов. Ну, как в гражданском возле. Да, и приняли решение поступить на службу именно на должность следователей. После успешного прохождения специального срока и заключения контракта такому гражданину будет произведена выплата в размере 1 миллиона рублей. Ничего себе! 1 миллион, это круто! Я думаю, да, это достаточно существенная поддержка. Я знаю, что первое лицо нашего региона поддерживает представителей и других подразделений полиции. Совершенно верно. У нас уже третий год осуществляется выплата сотрудникам патрульно-постовой службы и участковому полномоченным полиции в размере 10 тысяч рублей. Это социальная выплата, дополнение к денежному удовольствию ежемесячно они получают. Сколько вы уже в полиции? Я в полиции уже 30 лет. 30 лет? Ну, сначала, конечно, в милиции. Ну, да, тогда это была милиция. Было когда-либо разочарование в выбранном пути? Нет, никогда у меня не было разочарования. Я очень доволен тем, что я выбрал этот путь. Ну, наверное, если бы какое-нибудь разочарование во мне присутствовало, я бы уже, наверное... Вы бы уже на месте сидели. Да, я право на пенсию получил еще 10 лет назад. Ну, да. Вот тогда, вот учитывая ваш жизненный опыт, мне бы хотелось услышать от вас совет тем, кто еще стоит на выборе жизненного пути. Почему именно полиция? Почему это хорошо? И почему это нужно? Ну, во-первых, конечно, эта служба очень интересная. Скажем так, что это не череда унылых серых будней, да, а это вот активная работа, калейдоскоп событий, постоянно меняющихся. И, что еще немаловажно, вот ощущать, что ты полезен обществу, что, ну, если уж там простыми словами говорить, что, может быть, благодаря тебе где-то кто-то засыпает спокойно и чувствует себя в безопасности, да, это же тоже немаловажно. Также, конечно, немаловажный фактор у нас, это досрочный выход на пенсию, да, по сравнению с теми, кто в гражданских специальностях работает. В 20 лет сотрудник уже имеет право на получение пенсии и, ну, получает право на получение пенсии. Немаловажный фактор, как я уже говорил, это получение высшего юридического образования совершенно бесплатно, да, в системе МВД. Тем не менее, если кто-то, может быть, захочет получать образование не в системе МВД, а в гражданском ВУЗе, такому сотруднику тоже предоставляется отпуск для прохождения аттестации, сессии, да, он также оплачиваемый в полном объеме. То есть учеба приветствуется? Учеба приветствуется, и, что самое главное, что это не сказывается на денежном довольствии сотрудника. Он получает зарплату в полном объеме. В том числе, даже если он, допустим, заболел, находится на больничном, денежное довольствие он получает в полном объеме. Ну, в период наших экономических потрясений, в которых мы сегодня живем, это очень важно, да? Я думаю, да. Это гарантированная заработная плата, это социальный пакет? Социальный пакет, и плюс у нас вот эта вот гарантированная заработная плата, она ежегодно индексируется. В зависимости от уровня инфляции. То есть вы советуете? Я не только советую, я и рекомендую. Уважаемые друзья, кто заинтересовался, обращайтесь в территориальные отделы полиции. Да, по месту жительства. По месту жительства, даже те, кто сейчас не успел, вот нынешние выпускники, ну вот уже, или может быть еще успеют, но тем не менее подумайте и на следующий год с января. Да, да, нужно уже определяться и в январе приходить к нам, мы всех ждем, всех будем рады видеть, всех оформим на службу. Спасибо огромное, спасибо огромное. Напоминаю, что сегодня в гостях у меня был Дмитрий Юрьевич Харламов, заместитель начальника управления по работе с личным составом ОМВД России по Тверской области. Спасибо за ваши рекомендации, за ваши советы. Будьте здоровы. До свидания. До свидания. До свидания.